Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Оля. Сегодня хочу вам показать 6 новых ароматов в моей коллекции. Кое-что было куплено, как обычно, вслепую, но в этот раз подошло не все. Понравились не все ароматы, но здесь будут, конечно же, и удачные покупки, и один очень бюджетный парфюм, о котором хочется рассказать. Арабская парфюмерия, очень достойный аромат за 19 евро. Давайте начнем с того аромата, с которым я давно была знакома. И вот недавно подошла снова к нему в магазине и поняла, что он мне нужен. Нужен именно на холода. Я говорю о жемчужинах Лолик, перц, Лолик. Все вы наверняка знаете этот аромат. Слушайте, очень бюджетный аромат. Он мне обошелся в 20 евро. Я его покупала в каком-то немецком интернет-магазине. Мне очень нравится матовый флакон. Такое ощущение, что это кусок льда. И вот сам аромат у меня тоже ассоциируется с какой-то ледяной розой. То есть это звучит очень необычно. У меня нет ничего похожего в моей коллекции. То есть это какая-то камфорность. Но ее здесь не очень много на мой нос. Вот это красная роза. Не бордовая, а именно красная. Насыщенная. И пачули. Очень красивое сочетание. Знаете, такая отстраненная, холодная женственность и элегантность в этом аромате. То есть аромат, мне кажется, будет отлично звучать, как я уже сказала, именно зимой. Очень интересный. Еще не могу ничего сказать насчет стойкости и шлейфа. Я его носила всего пару раз. И я его достаточно быстро перестаю ощущать. Но, может быть, мой нос просто привыкает к нему. Не знаю. Напишите, пожалуйста, если он у вас есть. Как он на вас держится. Долго или быстро слетает. Мне будет очень интересно. Следующий аромат это Van Cleef & Apples. Коллекция Extraordinaire. И это ванильная орхидея. Кстати, это первый аромат этого бренда у меня в коллекции. Я его покупала на нашем немецком. На Тино за 65 евро. Я считаю, что это отличная цена. Поэтому, когда увидела, сразу же схватила. 75 мл. Odiparfum. Это очень приятная, теплая, сладкая. Такая, знаете, укутывающая ваниль. И на старте мне очень нравится. Такой, знаете, сладкий апельсин. Без горечи, без лимонов, бергамотов. Вот этого всего. Очень жизнерадостно. Аромат поднимает настроение. Он немного перекликается с ароматом Anik Guttal New & Confidence. Хотя там ваниль еще более плотная. И она более пудровая. В общем, очень интересный аромат. Также, думаю, что многие с ним знакомы. Я его пока не успела поносить. Только дома носила. Мне кажется, что эти ароматы, вообще вся коллекция не отличается огромной стойкостью и шлейфом. Но вот сам аромат, конечно, очень приятный. Так что рада, что он у меня наконец-то появился. Само оформление, конечно, очень достойное. Сиреневый бархат. Сам флакон, конечно же, закос опять же под Inicio. Но сделано очень хорошо. Вот это все металлические такие вставки позолоченные. Здесь табличка золотистая. Сам аромат заявлен как клон на Inicio Atomic Rose. Но хочу сразу вас предупредить. Ароматы все-таки разные. У меня есть Atomic Rose. И когда я нанесла вот этот аромат, я сразу поняла, что это не одно и то же. Скажем так, они в одном направлении. Может быть, процентов на 60-70 максимум они похожи. Но все-таки это два разных аромата. На старте Atomic Rose все-таки более идет пергамот. И его достаточно слышно. И возникает такое ощущение, что в эту розу добавили какой-то, может быть, красной смородины. Вот возникает такое ощущение. Здесь нет никаких цитрусовых. И здесь появляется не очень приятная такая немного бензиновая нотка. Но она достаточно быстро проходит. И потом появляется такая восточная, бордовая, темная, такая бархатистая роза. Она немного более джемовая, опять же, чем в Atomic Rose. Я не скажу, что вот этот аромат понравится всем. Все-таки его нужно пробовать. Вот в старте вот эта бензиновая нотка, она немного странная. И потом в раскрытии это, знаете, как будто бы не натуральная роза. Как будто это уже такая засохшая роза. Что-то джемовое вроде бы есть в ней. Но вот нет такой сладости. То есть какая-то, знаете, немного искусственная роза. Не очень сладкая. Но вот в духе Atomic Rose действительно. Я бы сказала так. Да, немного засохшая такая роза, бордовая. Это, ну, понравится не всем. И не скажу, что это прям какой-то шедевр. Я иногда, наверное, буду носить его. Следующий аромат я заказывала вслепую. Опять же, по очень хорошей цене были скидки. И пока что я вообще с ним не могу подружиться. Это не мой аромат. Я говорю о Histoire de Parfums. Moulin Rouge 1889. Вот не мой это аромат и все. Никаких ассоциаций с Moulin Rouge, опять же, не возникает. Единственная ассоциация с этим ароматом – это старая-старая пудра. Испортившаяся косметика. Все. Вот кроме прогорклой пудры я здесь больше ничего не слышу. Это вот такие, знаете, это может быть корень ириса, вот такой жирненький. Это фиалки, вот прогорклая пудра. Также здесь заявлена интересная нота меха. Ну, тут какая-то анималика. Это интересно, это немного ретро, но это абсолютно не я. Я не представляю себя вот в этом аромате. Так что пока я его несколько раз наносила только дома и только на руку. Ну, не знаю. Мне кажется, что зима не его время. Если вы пробовали этот аромат или, может быть, он у вас есть, напишите, пожалуйста, нравится ли он вам и в какое время года вы его носите. Вот еще один аромат тоже Гестуарди Парфамс, купленный тоже вслепую, который мне очень-очень понравился. Это 1826. Аромат, посвященный жене Наполеона Третьего. Насколько я помню. Слушайте, это очень красиво. Это такой, знаете, мягкий, очень политкорректный аромат. Вот аромат для себя, не для того, чтобы произвести впечатление на других. Это именно аромат для себя. Он такой немного медитативный. Аромат специевый. Но специи здесь настолько мягкие. Что здесь заявлено в пирамиде? Здесь бергамот, мандарин, белые цветы, фиалка, гвоздика, имбирь, пачули, амбра, даже ладан есть. Белые деревяшки, белый мускус и ваниль. Но вот этого всего не разобрать. То есть я бы сказала, что аромат пахнет ванилью, сладкой корицей, очень мягкими специями. Это, знаете, аромат для себя. Он не будет, конечно же, собирать комплиментов или производить впечатление на других. Это именно аромат для себя. Вот я его часто ношу дома. Он такой тихий. Он не очень громкий, не очень шлейфовый. Но вот что-то в нем есть. Это очень интересно. Если у вас будет возможность, обязательно его протестируйте. И последний аромат, который меня вообще разочаровал. Можно его назвать, наверное, разочарованием года. Это Амбра Медитеране от бренда Профуми Дель Форде. Слушайте, такого у меня еще никогда не было. Вот я нанесла его на кожу. Пять минут это была такая, знаете, простенькая, среднестатистическая амбра. Не особо насыщенная. Слегка сладкая. В общем, ничего особенного. И через пять минут это были просто такие, знаете, дымящиеся деревяшки. Все. Вот такого я не ожидала, конечно, от этого аромата. Так что обязательно тестируйте его. Не покупайте вслепую. Потому что это не тот аромат, который нужно иметь в своей коллекции. У моей мамы амбровых ароматов еще не было. И вот как первый аромат, его еще, конечно, можно носить. Она его носит сейчас вот зимой. На ее холодной коже он держится дольше. Где-то часа четыре, даже пять. Не особо шлифит. Но на ней он нормально звучит такой вот сладковатой амброй. Но на мне это был просто какой-то ужас и кошмар. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие ароматы вы носите. С какими знакомыми. Давайте пообщаемся, как обычно. В комментариях. Всем спасибо за просмотр. И до следующих встреч. Пока-пока.